Замуровали демоны со своим главным экономическим и политическим партнером, понимаете? Результата нету. Проблемы никуда не делись, и за все это платят, собственно, российские потребители. Это многополярность, многовекторность. Сизофреническая в каком-то смысле ситуация. Поступать не совсем по-партнерски хуже уже некуда. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Майк Навалис. Это проект «Китай. Город». Сегодня поговорим на самую актуальную тему российско-китайских отношений. Это проблема с платежами. Это уже третий ролик на моем канале на эту тему. Предыдущие два можете посмотреть. Ссылки в описании есть. У нас есть прекрасный инфоповод. Два месяца назад приезжал Владимир Владимирович Путин в Китай с официальным государственным визитом. И тема платежей там была, естественно, затронута. Но обо всем по порядку. Кратко напомню хронологию событий. Проблемы с платежами начались еще в начале года. И тогда участники рынка, скажем так, они судорожно искали каналы, бегали из банка в банк. В какой-то момент мне это уже все начало напоминать советскую комедию. Иван Васильевич меняет профессию, где Иван Васильевич застрял в лифте и ездил между этажами. И у него там сакраментальная фраза «замуровали демоны». Вот такое же ощущение, что действительно замуровали демоны. Замуровали. Замуровали демоны. Вот что крест животворящий делает. Правда, крестом животворящим тут, боюсь, не поможет. И в какой-то момент, когда в марте появилась информация, что приедет Путин, все стали очень сильно уповать на его визит. К слову, перед визитом появилась также информация, что Путин подарит Си Цзиньпину книгу Романа Чернышевского «Что делать?». Я тогда в своем инстаграме пошутил, что книга должна называть «Что делать, чтобы прошли платежи?». И продолжая эту аналогию, можно сказать, что Си Цзиньпин, наверное, должен был бы подарить Путину книгу классический китайский роман «Путешествие на Запад». С намеком на то, что проблемы нужно решать именно на Западе. Ну ладно, шутки шутками. Но определенные надежды, связанные с визитом Путина, действительно были. Они обусловлены были тремя факторами. Первый фактор – это то, что в российской деловой прессе уже начали появляться новости о проблемах с платежами. Конечно, российское телевидение, официальная пропаганда об этом не говорили. Там у нас территория хороших новостей. Но хотя бы деловые издания уже начали об этом говорить уже как бы неплохо. Во-вторых, в составе делегации была Эльвира Набиулина, глава Центробанка. Это тоже какие-то надежды давало, что этот вопрос, связанный с платежами, будут затронут на уровне самых первых лиц. Ну и в-третьих, сам Путин и 16, и 17 мая, оба дня своего государственного визита в Китай, он эти темы как бы затрагивал. И были определенные надежды с этим связаны. В частности, 16 мая по итогам переговоров было сделано заявление для прессы. Путин ответил, что они с Си Цзиньпином договорились укреплять контакты между банками, задействовать национальные платежные системы для обслуживания экономических операторов двух стран. Вот. Это первое заявление. А 17 мая по итогам визита в Китай он давал тоже такую небольшую пресс-конференцию. И вот журналист «Известий» задал ему вот такой вопрос. Здравствуйте еще раз. Дмитрий Лару, газета «Известия». В последнее время появлялась информация, что китайские банки перестают принимать платежи из российских банков. Скажите, пожалуйста, обсуждали ли вы этот вопрос с китайским лидером? Если да, то есть ли какой-то результат? И удалось ли договориться о возможной схеме расчетов, на которые бы не влияли западные санкции? Спасибо. Очень хороший вопрос, на самом деле, очень конкретный. То есть обсуждали ли, какой результат, о чем договорились. Ставлю оценку 5 этому вопросу. Но, к сожалению, на этот очень конкретный вопрос Владимир Владимирович долго говорил про то, какие ужасные и плохие Соединенные Штаты Америки, что их санкции вот эти нелегитимные, и как они вообще вредят сами себе и другим. Я с этим спорить не буду, может быть, это отчасти правда, но, к сожалению, это не ответ на этот вопрос. А по сути вопроса он сказал только следующее. Прежде всего, вопросы, касающиеся расчетов, они обсуждаются на уровне участников экономической деятельности. Решения возможны, они есть. И, конечно, они так или иначе должны поддерживаться на государственном уровне. Надеюсь, так оно и будет. То есть, по большому счету, можно сказать, что бизнес должен надеяться сам на себя. Государство, возможно, поможет, но, возможно, нет. Тут как фишка ляжет. Я действительно поискал на сайте президента, на сайте правительства, есть ли какая-то информация, о чем вообще договорились в рамках этого визита, какие договоренности, какие документы. Вот на сайте президента есть такой раздел, скажем так, документы, подписанные по итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя КНРС и Дзиньпин. Что мы там видим? Я не буду все перечислять, не волнуйтесь, да, но первое, там принято совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и ла-ла-ла. Второе. Соглашение между РФ и Китаем о создании трансграничного резервата земля больших кошек. Третье. Протокол между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и главному таможенному правилу Китайской Республики о фитосанитарных требованиях к топинамбуру. Конечно, в телеграм-каналах и пабликах уже много шутили на эту тему, вот, но, честно говоря, меня немножко ошарашило вот это все, потому что, ну, я про землю больших кошек, знаете, и про топинамбуру я не слышал. А это, между прочим, пункт 2 и пункт 3 в списке договоренностей России со своим главным экономическим и политическим партнером, понимаете? Топинамбуру и земля больших кошек. Хорошо, давайте посмотрим пункт 1. Заявление. Что в заявлении? Может, в заявлении? Заявление огромное, там очень много букв на нашу тему, на нашу тему платежей. Есть ли что-то? Есть. Что есть? Давайте посмотрим. Значит, стороны, то есть Китай и Россия договорились наращивать долю национальных валют двусторонней торговли, инвестиций, кредитования и других экономических операций. Совершенствовать финансовую инфраструктуру с тем, чтобы каналы расчетов между экономическими субъектами России и Китая функционировали бесперебойно. Укреплять сотрудничество в сфере банковской и страховой регулировки, содействовать устойчивому развитию банковских и страховых учреждений двух стран, созданных на территории друг друга. То есть, конечно, ничего конкретного в этом заявлении нет, но какие-то определенные, ну, скажем так, умеренно позитивные моменты можно выделить, и были определенные надежды все-таки. Вот. То, что мне не очень понравилось, что касается этого визита, да, ну, помимо того, что, на самом деле, никаких прорывных там соглашений все-таки достигнуто не было, ну, судя, опять же, по средствам массовой информации и по сайту президента. Вот. То, что мне не очень понравилось, это то, что очень много вот этих риторических фраз на тему того, что наши отношения Россия-Китая достигли какого-то невероятного уровня, что мы поддерживаем друг друга, взаимные интересы соблюдаем и так далее, и так далее. Очень много этой риторики, и такое, честно говоря, ощущение, что, ну, то есть, то, что китайцы любят эту риторику, я знаю, потому что я живу, работаю здесь. Такое ощущение, что российские тоже власти как бы заразились вот этой риторикой, да, этой болезнью многословия, вот, и переняли это, и как бы за вот этой всей мишурой теряется, собственно, смысл, да. А где результат? Где результат? А результата нету. Кроме того, там еще такая уже была совсем лубок, скажем так, да, то есть, что там Владимир Путин заявил, вспомнил вот эту фразу советскую, из советской песни, что русский с китайцами братья навек. Ну, окей, но хочу сказать, что на самом деле буквально там прошла неделя, и появилась в СМИ информация о том, что, например, приговорили к 14 годам колонии строгого режима новосибирского ученого Анатолия Маслова за шпионаж в пользу Китая. Вот, и вообще, на самом деле, этих дел о шпионаже в пользу Китая за последние годы было немало. Вот есть отдельная статья, ссылочка, я прикреплю, можете почитать. Поэтому, ну, знаете, братья, конечно, братья, там, отношения и все такое, но вряд ли между по-настоящему такими доверительными отношениями, между странами, у которых такие супердоверительные отношения, могут возникать такие дела шпионажа, как мне кажется. Может быть, я не прав. Ну, вернемся к нашим делам. Давайте посмотрим, что было, собственно, после визита. Я вас, наверное, не удивлю, чудо не случилось. Чудо не случилось. К сожалению, то есть проблемы никуда не делись, прессинг со стороны, там, китайских банков, он усиливается, усиливался. И, по сути, каналы вот эти, которые, собственно, по которым шли эти деньги российские из Китая в Россию, они все сужались, сужались. И можно сказать, что на данный момент мы уже дошли до предела. До предела, потому что этих каналов почти не осталось. Ну, что мы имеем на данный момент? Давайте я вам перечислю. Есть ВТБ в Шанхай. Ну, кстати, американцы очень брезво отреагировали. Они увидели, что ВТБ в Шанхай стал очень популярным таким каналом для приема платежей. И отдельно его исключили в санкции, в список. То есть ВТБ в Шанхай. Не просто ВТБ, а ВТБ в Шанхай. И из-за этого у ВТБ в Шанхай, соответственно, возникли определенные проблемы с приемом платежей, с выплатой. Сроки удлинились. Также начали северные банки активно участвовать в этом процессе, скажем так. И сначала все туда дружно ломанулись. Я, между прочим, тоже подал заявку. Но прошло какое-то время, и эти северные банки начали выкатывать совсем неадекватные условия. Типа, пожалуйста, положите нам на счет 3 миллиона, положите нам на счет 5 миллионов, приезжайте к нам на север, и так далее, и так далее. И многие даже поехали, открыли. У кого-то этот канал еще как-то работает, но, по большому счету, он тоже не супер-то надежный, потому что оплаты по нему либо уже встали, либо вот-вот встанут. Поэтому, как это часто бывает, третий канал появился. Это через другие страны. Ну, то есть платежи заходят из Киргизии, Казахстана, Турции и, условно, со всего мира. Этот канал, естественно, стоит денег, и он не бесплатный. И все это приводит к удорожанию продукции, к удлинению логистических этих цепочек. И, по сути, за все это платит, собственно, российский потребитель. Потому что кто-то должен за это платить. Вот. Платить за это государство, естественно, не будет. Вот. И также после этого визита, глобально, говорю, ничего не поменялось, все стало хуже. Я провел опрос в Инстаграме, спросил ребят, думаю, я хочу быть объективным. Вот вокруг меня все плохо, может быть, у вас хорошо. Я спросил, стало ли лучше с платежами после визита Путина. И там 50% ответили, что стало хуже. Там 25% ответили, что Путин приезжал. Я такой шуточный вариант им предложил. Буквально там несколько человек ответили, что стало лучше. Но я потом отдельно в личку им написал и спросил, у вас реально стало лучше? И там трое из пяти людей сказало, что нет, на самом деле мы не эту кнопку нажали. Вот. Поэтому никаких заметных улучшений не произошло. Вот. И уже наши чиновники, собственно, та же самая Эльвира Набиулина, которая была в этой делегации, да, она сказала, что да, происходит усложнение. Вот сейчас я вам прочитаю, как эта новость звучит, да. 4 июля Набиулина отметила усложнение ситуации с трансграничными платежами. Вот так новость, да. Вот. А чуть позже первый зампред Центрального банка Российской Федерации Владимир Чистюхин призвал использовать любые, даже непопулярные способы проведения платежей за рубеж для нормализации международного расчета. Цитата. «Надо сделать все, чтобы колеса крутились». Ну, собственно, вот со стороны России власть как бы умывает руки. Ну, как бы да. А мы, типа, мы пытаемся отправить деньги, Китай их не принимает. Вопрос на стороне Китая. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончены. Но китайские власти никаких отчетливых сигналов, сигналов своему китайскому бизнесу не отправило. И если какие-то там каналы в мае, там, в начале июня еще работали, то сейчас, к середине июля, практически все встало. Ну, да, я не хочу сказать, что в 100%, но такое ощущение, что 95-98% каналов, которые там работали год назад, уже не работают. И ситуация действительно удручающая. Удручающая. И если так дальше пойдет, уже, ну, наверное, надо будет говорить вообще о выживании вот этого бизнеса, который связан с Китаем. Причем как на китайской стороне, так и на российской стороне. Потому что многие китайские предприятия ориентированы очень плотно на Россию. И они не могут отправить товар. Вот тот круг контактов, который у меня там образовался за 15 лет жизни работы в Китае, у всех один вопрос. А как принять платежи? Что делать? И на этом фоне, конечно, начали появляться всякие спекуляции, слухи. И в том числе, мне китайцы начали звонить, говорят, вот нам предлагают за 180 тысяч открыть ВТБ. Типа, что думаешь? Ну, я, честно говоря, не знаю, можно ли доверять этим, так сказать, агентам, которые помогают в ускорении, но факт появления таких слухов, как бы, уже о многом говорит. И на данный момент такая получается очень-очень странная ситуация. Потому что, вот, кстати, в этом совместном заявлении Китай-России там говорилось о том, что наши отношения переживают наилучший период своей истории, значит, стороны придерживаются принципов взаимоважения, равенства, сотрудничества и общего выигрыша. Ну, а в чем этот общий выигрыш и равенство, непонятно, если Китай отказывается принимать деньги из России. Причем там Владимир Владимирович Путин очень много говорил про то, что у нас теперь платежи в национальных валютах, и нам это якобы должно помочь. Но, боюсь, расстроит Владимир Владимирович, потому что платежи уже давно ходят не в долларах, они ходят в юанях, ну и очень редко в рублях. И это никак не помогает исправить ситуацию, потому что сама система банковская, китайская, она, можно сказать, в полной мере соблюдает те санкции, американские санкции, которые Америка применяет в отношении России. То есть это действительно такая для тех, кто там живет и работает в Китае, в том числе для китайского бизнеса, для российских предпринимателей, которые здесь занимаются бизнесом, это такая шизофреническая в каком-то смысле ситуация. То есть с одной стороны Китай стратегический партнер России, Китай в средствах массовой информации вообще на высшем уровне как бы всячески дает понять, что Америка это такой стратегический противник, соперник Китая. И слово «хорошего» США редко можно услышать в Китае. Но при этом весь банковский сектор просто берет и соблюдает весь тот пакет санкций в отношении России, который введен. И от этого как бы шевелится волос даже у меня на голове, хотя их немного. Размышляя на эту тему, я вспомнил китайское выражение, такое идиома, про сидеть на двух стульях, это то, что сейчас пытаются сделать в Китае. Выражение звучит так. «Дзяо тха, лян хяо чуань». То есть две ноги на разных лодках. И недавно, кстати, в территориальные воды Китая вошел японский военный корабль. Казалось бы, это должно было стать звоночком Китая о том, что пора уже определиться, на какой лодке ты плывешь. Но нет. Китай продолжает соблюдать свою вот эту многополярность, многовекторность и пытается усидеть на двух стульях. И сейчас, говорю, уже я нахожусь, наверное, в высшей точке своей фрустрации в плане того, что проблема должна разрешиться. Ну, хуже уже некуда. И меня на самом деле удивляет отчасти позиция российских властей, потому что понятно, что им глобально плевать на бизнес. Окей. Но все-таки там так или иначе стараются следить за как бы социальной напряженностью в стране. И сейчас вот эти проблемы с платежами, они к чему приведут? Они могут привести и приведут наверняка к проблемам. Ну, то есть может возникнуть дефицит товаров. И самое главное, удорожание товаров. И в итоге будет платить российский человек, так сказать, за все это. И я вполне допускаю, что вот этот рост цен, который может быть спровоцирован этим, он может привести к определенной социальной напряженности. Давайте теперь поразмышляем на тему, почему это происходит. То есть хронологию я вам дал, как бы события перечислил. А почему вообще такое происходит? Я вот в предыдущем видео говорил, что, возможно, Китай что-то хочет от России. Может быть, вот эти все так называемые американские санкции, как сказал посол КНР в России, третьи страны, вмешательство третьих стран. Может быть, это лишь повод для того, чтобы усилить свою переговорную позицию в преддверии переговоров. Я думаю, это было бы, на самом деле, очень по-китайски так сделать, да, сослаться на какие-то внешние обстоятельства, сказать, ну, понимаете, мы-то, мы-то, безусловно, партнеры ваши, мы добрые друзья. Но вот они, они нам мешают. И для того, чтобы нам закрыть глаза на это, может быть, вы нам что-то дадите. Может быть, вы дадите нам чуть-чуть подешевле газ, может быть, чуть-чуть подешевле нефть. И интересно, что спустя какое-то время после визита появилась информация, понятно, что это на уровне все слухов, но издание Financial Times сообщило, что Китай потребовал у Газпрома газ по внутрироссийским ценам. 3 июня появилась эта информация, то есть вполне, вполне можно допустить такой вариант. Понятно, что он, условно, в разделе конспирологии, идет, да, но я, честно говоря, уже приходится идти в этот раздел, потому что объяснить то, что происходит иначе, мне сложно. Конечно, кто-то объясняет это более просто и прагматично, может быть, и правильно делает, да, просто, что Китай взвесился за и против и понял, что, как бы, из двух зол выбрал меньше, то есть ему отказаться условно, от части какого-то российского бизнеса, но хотя бы сохранить американский, потому что Америка все-таки главный экономический партнер для Китая, да, в плане, там, товарооборота и так далее, может быть, действительно, ответ такой простой, что они выбрали из двух зол меньше. Я тут общался, кстати, с китайским фабриками, они мне предложили еще один вариант, что они мне сказали, знаешь, я в этот вариант, правда, вообще не верю, они сказали, что китайские банки, они вообще достаточно самостоятельны, и власти не могут им указывать, с кем им работать, с кем им не работать, потому что я сказал, ну, а почему бы китайским властям, так сказать, не указать, что давайте, работайте вот с этими банками, и российские деньги будут туда спокойно заходить, потому что примерно такая же ситуация есть с иранскими платежами, санкции-то в отношении Ирана появились гораздо раньше, и Китай как-то сумел решить эту проблему, ну, вот, появился такой Кунлунь-банк, вот, ну, китайцы мне сказали, ну, нет, власти не будут указывать, с кем работать, у них вообще таких, типа, полномочий нету, это бы значило открыто, как сказать, заявить свою позицию, а Китай всячески этого избегает. Я, честно говоря, в эту версию не верю, но я вам ее все равно ретранслирую, чтобы у вас был весь спектр, так сказать, версий, вся картинка тоже появилась у вас. И, кстати говоря, в составе этой делегации был министр, точнее, вице-премьер Александр Новак, и он сказал, он тогда заявил, что РФ и КНР планируют в ближайшее время подписать контракт по силе Сибири-2. И, собственно, в ходе этого визита про силу Сибири особо там никто не говорил, ну, то есть Путин и Си Цзиньпин про этот проект не говорили, никаких договоренностей достигнуто не было, и как раз то, что после этого ничего в банковской сфере не улучшилось, тоже косвенно как бы льет воду на мельницу тех, кто придерживается этой конспирологической теории о том, что Китай что-то, так сказать, требует у России взамен на то, чтобы платежи пошли. Требует он, что газ подешевле, там какие-то другие, наверное, ресурсы подешевле, то, что, собственно, может дать Россия Китая. Ну, в целом, достаточно такая печальная, конечно, картина вырисовывается, да, что спустя более чем два года СВО, да, главный экономический, политический партнер России, Китай, практически безальтернативный поставщик по многим-многим направлениям продукции, он, ну, выступает, скажем так, не совсем по-партнерски, может быть, даже немножко шантажирует Россию в каких-то вопросах, да, и, ну, все это наводит на печальные мысли. Кстати, есть еще одна версия, почему это может происходить. Возможно, Китай заинтересован все-таки в окончании войны, и Китай выступил со своей миротворческой, как бы, ну, миссией, да, там они еще, наверное, в прошлом году, они стали примерять на себя роль такого международного посредника по урегулированию, вот, и может быть, это часть вот этого давления на Россию с тем, чтобы она закончила вот эти, закончила эти военные действия, которые происходят на Украине. Я тоже допускаю этот сценарий. Забавно, кстати, что один из таких провластных экономистов, Михаил Хазин, вообще отличился. Он заявил, что Китай кинул Россию, и что поездка Путина в Северную Корею, во Вьетнам, это, как бы, был ответ на то, что Китай, ну, вот так не по-партнерски себя ведет. Понятно, что это, как бы, мнение частного человека, но все-таки он тоже интегрирован в российскую, скажем так, пропаганду. И само то, что это, как бы, это мнение появилось в информационном потоке, это тоже, может, о чем-то, да, говорит. Мало того, что никаких там позитивных сдвигов в плане платежей не обозначилось, так еще и 24 июня появилась информация о том, что дочка Bank of China свернет операцию с подсанкционными банками России. Один из крупнейших банков Китая из-за риска вторичных санкций США прекращает работу с российскими банками, попавшими там санкционный список. То есть вся вот эта череда новостей и событий, там, заявления Набиулиной, заявления зампреда ЦБ о том, что используйте все каналы, да, то, что дочка Bank of China перестала принимать и так далее. Вот этот ряд событий, санкции в отношении ВТБ, Шанхай и так далее. Все, все это выстраивается в такую вполне отчетливую картину о том, что ситуация стала точно не лучше, скорее хуже. Какие прогнозы? Честно говоря, ну, настроения такие достаточно пессимистические, но, как я и говорил в предыдущем виде, что бизнес, он на то и бизнес, как бы предприниматель, должны что-то предпринимать. Понятно, что Китай и Россия, безусловно, будут работать, не может бизнес, ну, полностью остановиться. Будут, появятся другие каналы, другие способы там и по логистике, и по ставке денег, они обязательно будут. Вот. Но все равно все это приводит к удорожанию. Возможно, какие-то участники рынка будут не справиться с этой ситуацией, уйдут с рынка, скажем так, да. Вот. Но в целом, конечно, удручает то, что, по сути, у российских властей нет никаких рычагов давления на Китай. А у Китая все карты в руки, вот. И у Китая, Китай может выбирать, как бы, какой картой ему пойти, козырной или обычной. Вот. Поэтому я думаю, что вот эти все реляции про наилучший период нашего сотрудничества, про то, что русский с китайцем братья навек, мне кажется, все это, вот эта словесная мишура, она мешает увидеть суть событий. И нужно относиться к Китаю ровно так же, как Китай относится к России. То есть прагматически. Но Россия сама себя загнала в такую ситуацию, когда у нее партнеров очень мало. Те, кто вообще открыто поддерживают Россию в СВО, но только к НДР, условно, да, там. Ну, может быть, Иран, хотя Иран тоже прям открыто, мне кажется, не заявлял об этом. Поэтому пока, наверное, вот эта вся турбулентность в мировой экономике, в мировой политике происходит, надеяться на какие-то там прорывные вещи в торговле, с платежами, в логистике не приходится. Ситуация сложная и вряд ли будет лучше в ближайшее время. На этом у меня все. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Здесь будет много актуальной информации по работе с Китаем, по бизнесу с Китаем. Периодически я выпускаю интервью с профессионалами, специалистами по Китаю. Здесь будет точно интересно. подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо. Пока-пока.